Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками и скульпторами Антонио Карадини, итальянский скульптор эпохи Рококо из Венеции, наиболее известен с вами иллюзорными завуалированными изображениями человеческого тела, где контур лица и тела под вуалью различим. Надо сказать, что большая часть информации о ранней жизни Карадини противоречива, включая и дату его рождения. По некоторым данным, он родился в 1688 году. Карадини был учеником скульптора Антонио Тарси, для которого он работал, вероятно, в течение четырех или пяти лет, начиная с 14 или 15, позже стал зятем Тарси. Карадини, по-видимому, выступил в свои права как скульптор около 1709 года, в том же году он работал над фасадом церкви Сан Стаи Венеции. Я пользуюсь википедией переводной. В 1713 году он, наконец, открыл собственную мастерскую, работал над статуей святого Анастасия Заря для церкви Сан Доната. Заказы Карадини в течение следующих нескольких лет поступали от меценатов по всей Восточной Европе. В 1716-17 годах завершил 18 бюстов и две статуи для летнего сада русского царя Петра Великого в Санкт-Петербурге и первую из своих знаменитых женщин в подвале. Ему было поручено выполнить памятник Юаганну Матиасу фон дель Шуленбургу, маршалу венецианских войск для обороны острова Корфу в 1718 году. Также в этом же году он завершил алтарь для собора Равига. В 1720-м ему заплатили за подписанный алтарь, посвященный блаженной хемии, установленный в крипте. В 1723 году, по общему мнению, он стал первым человеком, который юридически отделил искусство скульпторов от профессии каменщиков, основав колледж в 1724 году. В 1727-м стал настоятелем этого колледжа. В 1724-28 годах работал в Венеции по реставрации лестницы, скульптур дворца Дожи и фасада часовой башни на площади Сан-Марко. Переехал в Вену в 1730-х годах, где был назван придворным скульптором и получил жалование в 1700 флорин в год и жилищное пособие в 500 флорин. Император Карл VI поручил ему реализацию памятника Ковчег Завета в Яре, Северо-Западной Венгрии. В 1636-м вместе с Антонио Галли Би-Биеной он был назначен придворным оформителем проходивших боев быков в театре, который сам и спроектировал. После смерти императора Карла VI Георг Рафаэль Донер стал первым выдающимся скульптором Вены. И Кародини вступил в период кризиса. В 1740-м он ненадолго посетил Ритм, затем в 1742-м вернулся сначала в Венецию, затем в Рим, где уже делил комнату, как здесь написано, из стола Джованни Батиста Пиранези. Хотя императрица Мария Терезия вновь утвердила его в качестве придворного скульптора. В 1743-м он попросил разрешения навсегда остаться в Риме с возможностью возвращения Вены. Конечно, знаменитые скульптуры Девы Висталки Тучи, он также извалил Пирус Папа Бенедикта XIV и другие работы. Вот так вкратце, конечно, о скульпторе, известном итальянском скульпторе эпохи Ракако из Венеции Антонио Кародини. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Продолжение следует...